И всем привет, ребят, с вами Страйкер, я с вами записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня у нас на обзоре одно из самых любимых моих вооружений, а именно Дико Страйкер, это то самое вооружение, которое на предыдущей неделе у нас изменилось в балансе и сегодня я рад для вас его, конечно же, протестировать. Играть мы сегодня будем со Страйкером с дистанционным подрывом, с Диктатором с иммунитетом от Эмми и плюс ко всему прочему, конечно же, наш любимый дрон-бустер, который идеально сочетается с этим супер-мега-крутым и сказочным вооружением. Сыграем сегодня два боя, по режимам я думаю, что возьмем два самых дефолтных режима игры на Страйкере, это TDM и это контроль точек, начнем давайте с TDM, посмотрим как все работает, я на Диктаторе уже какой-то период времени поиграл, у меня все-таки есть бездонат, да, и на Страйкере новом обновленном. И могу сразу сказать, что Диктатор стал прям очень крутым, прям очень крутым корпусом, эти две секунды дополнительного эффекта критического урона, как вам самому, очень полезны с Диктатором, я имею ввиду именно со Страйкером, так и тиммейтом, когда вы раздаете овердрайв, он тоже очень и очень чувствуется с именно лучшей стороны, не с позиции то, что там типа овердрайв не роляет, не добавляет, он реально дает отличный буст. И сегодня мы вместе с вами постараемся все это дело подтвердить, закрепить, показать, ну и выиграть каточки, потому что нас уже в первый бой закидывают, в котором мы проигрываем, и проигрываем в 24 кила, это очень много для такой катки, при том, что это бой 6 на 6, и это карта Плато, будем стараться сейчас выигрывать данный боёчек, и если получится его камбэкнуть, будет прям максимально великолепно, поэтому давайте я, наверное, много не по делу говорить не буду, будем сейчас стараться потеть и выигрывать эту катку. По резистам от Страйкера их всегда в последнее время много, но это та пушка, которая за счет дистанционного подрыва, ну и даже не только дистанционного подрыва, не так сильно чувствует, да, эти резисты, не так сильно страдает от резистов, за счет грамотной и качественной вашей игры, да, потому что дистанционка требует именно это. Вы можете, конечно, использовать какие-то другие устройства, но с точки зрения возможностей устройств на Страйкере дистанционка при ваших навыках игры, это, ну, самое такое бомбическое, крутое, нагибающее устройство в нашей вместе с вами игре. Так, забираем овердрайв, дабы он не достался противнику, отрыв был 24, когда я зашел в эту катку, сейчас у нас уже отрыв, сколько? А, 24 до сих пор, мне почему-то показалось, что 15 отрывов, ой-ой-ой, зачем я прожимал тот овердрайв на 0 хп, хотя мне не хватило буквально 1 миллисеки. Будем стараться сейчас камбэкать, пока что ничего хорошего не получается, у меня понятное дело, что КД будет довольно-таки неплохое, но моего 1 КД в таких боях, понятное дело, что мало. Здесь надо, чтобы и команда тоже делала свой определенный вклад, тем более в таких боях, в которых я уже изначально, заходя, проигрываю. Также у нас изменилась аптечка, про аптечку я думаю, что я вообще поговорю где-то в отдельном видеоролике, потому что есть что сказать по поводу нее и сказать именно в положительном ключе. Ну и ваше мнение тоже по этому поводу узнать будет интересно, поэтому сегодня я думаю, что мы эту тему затрагивать не будем, будем просто стараться играть и вытягивать. Ну, мне тут, я чувствую, придется прям очень жестко запотеть, если мы хотим выиграть эту катку, потому что пока что... Пока что нас уносят, ну не сказать, что без шансов, но отрыв сохраняется. 24 килла как было, так и есть, даже при том раскладе, что у меня положительное УП и оно Х2, да, то есть от моего количества киллов, этого все равно мало, к сожалению. К сожалению, этого мало. И пока что мы не тянем. Овердрайв я раздал, но, к сожалению, не пожил. Если бы пожил, можно было бы с критов очень неплохое количество урона выдать, тем более на бустере, тем более на такой карте удобный. Так, но у нас есть кэшбэковый овердрайв, который начинает выпадать на центре карты. Прожимаем аптечку на Верочку, чтобы меня не слили. Им было бы неплохо сейчас бы раздать сразу овердрайв на своего тиммейта, попасть в выстрел в щелку. Видите, насколько аккуратно играет паладин, но все равно урон получает. Еще и прожимает овердрайв, надеюсь, у него процентов 50 слетело хотя бы. Так, его мы на респ отправили. Отрыв у нас 26 киллов. Очень большой отрыв. Я, честно, не знаю, как его уменьшить в этом бою. Можно взять сейчас иммунитет от пробития, потому что я вижу, что против есть шафт с пробитием, есть рельса с пробитием, у меня иммунитет от Эмми. Он здесь особо не нужен. Ну, а что касаемо дистанционки, ну, кто смотрит стримы, кто следит за мной, я думаю, что вы знаете, что это любимейшее мое устройство и даже целый аккаунт с этим замечательным страйкером мы вместе с вами смогли уже докачать до легенды. Я хотел вообще этот обзор делать без донат-аккаунта, но потом подумал, что лучше уж записать на фулл качаном АКЕ, да, чтобы, ну, получше, получше была видна ситуация. Можно было бы, конечно, и на том аккаунте, но там было бы немножко не до конца. Все понятно из-за того, что он выкачан не на полные характеристики, я имею в виду именно дикострайкера. Но я думаю, что в скором будущем, может, там тоже какой-нибудь игровой видос мы запишем. Но пока мне очень нравится, очень нравятся изменения по дистанционке, по самой пушке. Я, в принципе, никаких изменений не вижу в худшую сторону, да, а диктатор и эти две дополнительные секунды при овердрайве, это прям как бальзам на душу, прям вообще очень круто. Мне прям вот этот момент безумно нравится. Единственное, что мне не нравится, это то, что мы сейчас проигрываем катку. И, к глубочайшему сожалению, отрыв у нас не сокращается. Он примерно держится такой же, какой и был, когда я зашел в этот замечательный бой. Но у нас есть еще время. Будем стараться сейчас что-то делать. Мне было бы неплохо овердрайв раздать. До мамонта не дотянулся, к сожалению. Так, плюс килл раз. Плюс хорошая тычка, плюс еще хорошая тычка. К сожалению, не попал еще один выстрел, хотя можно было бы там тоже неплохо нанести. Так, взял я иммунитет и, кстати, сразу получше стало. С иммунитетом от пробития. Дополнительные киллы сразу полетели. И рельса уже меня не может законтролить, как и шафт с пробитием. Так, главное сейчас было бы не сливаться. Опа, мы начали сокращать отрыв. Уже 16 отрыва. Это очень хорошо. Киллы поперли еще лучше. У меня уже 29. Так, ну у противников у первого 24 на 6 оно вообще идет. И что это вообще за игрок? Это шафт. Это шафт. Какой хороший выстрел залетел с критом. Так, ну и опять отрыв 19. Был 16 только что, уже опять 19. Быстро нас пореспили и сразу отрыв вернулся в прежние цифры. Было бы очень неплохо, если бы наши тиммейты не самоуничтожались, а наоборот соуничтожались бы противники, у них минуски вышли. У диктатора раскачка, ну прям вообще максимально жесткая. И в таких даже моментах у меня есть возможность расстрела верхней дистанции, еще плюс дополнительной раскачки, и там даже скрита еще и максимальный урон может залететь. То есть, в общем и целом, очень хорошая работа у нас получается. Нифига себе, меня быстро с точки здесь набрели. Ну ладно, ничего страшного. 20 киллов отрыва, да? Но все равно мы возвращаемся к тем же самым цифрам. Как бы я сильно не старался, как бы я сильно не старался, мы возвращаемся к этим же самым цифрам. И все равно у нас 20 киллов отрывчика сохраняется, к сожалению. Так, титан пружал купол. Что мне делать? Наверное, лучше сменить позицию. Сменить позицию, но меня все равно... Другой шафт настиг. Да, там два шафта. Хорошую работу производит вражеская команда. У них только один игрок в отрицательном УП. У них все в этом плане получается. Ну и что не скажешь про нашу команду. Наши команды, если посмотреть на УП, то я думаю, что там вообще беда полнейшая. Крита, 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 крита. Блин, как же жалко, что я крита не выдал. Очень большое количество ХП своего потерял. Так, Харька, Харька. Блин, не забрал. 36 на 15 я иду. Мои личные достижения в этой катке очень-очень хорошие. И то количество киллов, и количество смертей, которые я имею. Для победы нашей команды. Если бы была бы команда примерно такая, как у противника, этого было бы достаточно. Но так не хватает, не хватает, к сожалению. Не хватает моих киллов, не хватает моей игры. Нужно играть еще лучше. 39 на 16. Но было бы неплохо, если бы мы смогли бы в этой катке дотянуться до 50 киллов. Я считаю, что если 50-ку мы бы здесь пробили, это было бы прям очень достойно. Диктатор живет. Раздаем ему овердрайв. Добавляем критов сразу. Два крита залетело шикарных. По ваншоту, по титану дополнительный урон также хороший. В две тычки залетает. То есть 4 критических выстрела я выдал. Добиваем Хантера. Нет у меня, к сожалению, аптечки. Здесь заморозка и мой урон, к сожалению, тоже довольно маленький. Так, ну и еще бы добавить. Чуть-чуть добавил. 5 киллов за минуту, я думаю, успею. По идее, должен успевать еще за минуту 5 киллов. Тогда у нас будет 50 киллов за одну такую каточку. Что будет очень-очень неплохим результатом. Осталось только накидать этот урон. Крит. Нет. Убивает меня. 40 секунд. Но отрыв. К сожалению, так я и не смог сократить в этом бою. К сожалению, наш отрыв в этом бою сохранился. И не изменился. Диктатора бы вот этого слить было бы неплохо. Хантер там тоже стоит. Будучи на маленьком количестве здоровья. Ну и шафт мне прилетает. 850 очков за катку. 46 киллов. Похоже, до 50 я уже, к сожалению, не дотягиваю. Ну, может быть, еще кого-нибудь успею слить. Хотя бы вот этого бы паладина бы слить. Нет. Все. Поражение! Поражение! Но... То, что показывает этот дикострайкер. Это безумно... Безумно круто. Прям безумно круто. Мне очень нравится. Я, конечно, немножечко расстроен то, что мы эту катку слили. Но... Порой не все зависит от нас. Не все зависит от наших действий на карте. Но... 46 киллов для такой катки. При том, что я запикивался в начатый бой. И это бой 6 на 6. Это очень-очень неплохой результат. Посмотрим, что сейчас будет у нас в ЦП. Надеюсь, что это будет новая карта. И вот на новой карте... Еще бы она была бы небольшая. Уф. Уф. Мне кажется, можно прям очень неплохо дать. О! Радалерт! 6 на 6. Неплохо. Немножко начатый. Правда, полторы минутки уже ребята играют. Но ничего страшного. Давайте пробовать. Смотреть, что у нас здесь будет получаться. Ну и понятное дело, что мы играем на победку. Акцентируем внимание на захват точек. Так, сейчас посмотрим, что еще лучше по иммунитету здесь взять. Если против нету ничего и есть только фриз, то я бы, наверное, взял бы иммунночку даже от фриза. Так, дабы заморозка мне не наносила минус ДДшку. Могу, в принципе, наверное, и не менять ничего. Если фриза просто на дистанции держать, разбирать, то, наверное, можно даже не переодеваться. Давайте попробуем дать хорошее количество киллов. Постараемся. Овердрайв не хочет диктатор раздать. О, раздает. Супер. Ваншот по хантеру, я думаю, что должен залетать. Ваншот еще сюда. По харьку нет. А, дабяшка у меня пропала. К сожалению. Так, два харька уже с... Вернее, два фриза уже против. Ладно, давайте возьмем лучше иммунитет заморозки. Все равно мне никакой другой иммунитет в этом бою не нужен. Но так мне не будет сбивать ДДшку. А ДДшка с бустером это все-таки очень-очень полезный припас. И мне бы хотелось бы, чтобы я на постоянной основе мог наносить максимальное количество урона. Если уж у противников нету ни эми, ни пробития, то это очень хорошая возможность одеть иммунитет от заморозки. И накидывать хорошее количество урона. Так, ну и скрита еще дополнительных три выстрела скрит. С урончиком по двоечке, либо по четверочке выдали. 13 килов. Хорошо идем. Хорошо идем. Довольно не сильная команда попалась против. Очень хорошо залетают прожочки. Но я думаю, что даже если бы здесь бои посерьезнее ребята были, то все равно бы получалось бы набивать хорошее количество килов. Это сочетание не из тех, которые, например, начинают страдать против резистов, против игроков, которые там хорошо играют. Оно очень стабильное. Одно, наверное, из самых стабильных вооружений в нашей игре. И которое не зависит от резов, не зависит от каких-то еще дополнительных факторов, да. И контрить его, ну тоже очень сложно, если честно. Очень сложно сделать так, чтобы выключить полностью дико-страйкера и не давать ему возможности вообще набития очков, килов и всего прочего. Он фармит очки за все, да. За овердрайвы, за просто дополнительные килы, да, за счет прожатого овера. За, если вы играете там цп, то есть за точки, да. То есть, ну, я честно нахожу очень маленькое количество минусов. И то, это даже минусом тяжело притянуть. По большей части, что может законтролить дико-страйкера, да. То есть, у него очень хороший крит, очень хороший урон, да. Резист у противника, окей, хорошо, он снизит эффективность вооружения, но не сильно, да. У вас есть хорошие критические уроны, есть возможность поражать на овер-диктатора и на протяжении теперь уже 9 секунд иметь повышенный урон. Соответственно, это уже как бы, ну, не проблема резист. Единственное, что может вот реально помешать урону и, ну, вообще вашему уничтожению противника, это броненосец плюс резист. Да, если броненосец появляется, то становится потяжелее. Но, если их не такое прям безумно большое количество, ну, либо даже если они есть и это какой-то серьезный бой, все равно наличие страйкера в вашей команде, это очень хороший дополнительный плюс. Который сможет дать, да даже может лучше и не просто страйкер, да, а и диктатор тоже сверху, да, к этому, к этому страйкерочку. Да, то есть даст вам возможность и раздачи овер-драйвов на тиммейтов и тиммейты, которые будут иметь также по 9 секунд критического урона. Условно, вот вы раздаете овер-драйв на какого-нибудь фреза. Вот я в последнее время, бывает, порой захожу в бои на хоре-фрезе, да, и диктатор, когда раздает мне овер-драйв, это нереально круто. Прям нереально круто на протяжении 9 секунд с фрезом наваливать урон с критом, да, то есть это очень приятненький бонус. Поэтому диктатор, страйкер максимально универсальный и полезный. Я бы, наверное, даже сказал, что если вы прям очень хорошо на нем играете, это, наверное, одно из самых лучших вооружений, которые есть на данный период времени в игре, с точки зрения набора очков, ну и такой диктатор. Он очень сильный. Он прям очень сильный. Мне бы очень сильно хотелось, чтобы эта катка была бы недосрочная, потому что у меня уже очень хороший результат по ходу этого боя. 44 кила мы уже вместе с вами имеем. Мне хочется подставляться здесь под паладина, чтобы он мне сбил мою ДДшку. Ну и, соответственно, чтобы я не получил дополнительного пробития. 44 на 4 мы идем в этом бою. 44 на 4. И это только прошло полбоя с тем раскладом, что я зашел в бой и уже прошло полторы минуты. То есть я запикался в 13.30. Очень хорошо. Очень великолепно даже я сказал. Так что давайте концентрироваться. Меньше уже болтать. Очень много я тут говорю не по делу. Ой, неплохие две тычки залетели. Но, к сожалению, я того молодого человека не слил. Даже до сих пор не слил. Рандомный килл какой-то залетел. Я даже не знаю. Лучше просто стоять где-нибудь здесь. Да, не пушить. Не пушить вражескую базу. Можно даже сводочку выдать. По паладинчику. Не сказать, что это, конечно, гениально. Я вообще не придерживаюсь сводкам на диктаторе. Ну, вернее, даже не то, что на диктаторе. На страйкере с дистанционкой. Я считаю, что лучше выдавать выстрелы одиночными снарядами, да. И не давать вот эти вот замечательные сводки. Но пока мы идем 50 на 5. То есть я даю 5 киллов. Это только один раз умираю. А, нет. Даже 10 киллов получается. Какие 5? 10 киллов. Ничего себе. И бить. Это результат. Очень удачный бой у нас попался вместе с вами. Иногда порой матчмейкинг дает такие приятные бои прям. Это будет досрочка. Это будет досрочка. Я уже вижу, что это досрочка. Обидно, что это досрочка. Не спорю. Это обидно. Но ничего страшного. Но ничего страшного. Так, диктатор не хочет овер раздать. Диктатор, диктатор, диктатор. Друг. Друг, раздай овер. Друг, хорош. Молодец. Добавим еще на центр. Добавим еще урона. Бэн, на этом вооружении я могу записывать видос. Вот просто вот тут не переставая. Но я не знаю сколько периода времени, да. Если бы вам было бы интересно смотреть долгие видосы, я бы на этом дикострайкере мог бы еще играть и играть, играть и играть. Какие-то лаги у нас происходят. Слушай, а это сочетание мне безумно нравится. Прям безумно нравится. Но очень крутое. 62 килла у нас за бой. Противник захватывает точки. Захватывает одну за другой. Старается еще как-то удержаться в этом бою. Я уже, если честно, начал катать по рожескому спауну. Сейчас вот даже на секунду задумался о том, что меня может законтрить этот молодой человек с фризом. Забыл, что у меня уже иммунитет-то от заморозки стоит. Ну и все, бой заканчивается на протяжении 10 минут. Мы за 10 минут набили 1340 очков. При этом 64 килла на 5. 12, почти 13 УП за бой. Это безумнейший большой результат по цифрам. Ну и вы все видите сами. Вы все видите сами, что делает Дико Страйкер сейчас у нас в игре. Максимально приятное вооружение. И я рад, что Диктатор стал с этим обновлением интересней, чем Хорек. Да, если теперь сравнивать Дико Страйкера и Хори Страйкера, то Дико Страйкер как саппорт корпус и как корпус, который еще дополнительно за счет вот этого крита может наносить очень большое количество урона. Это прям просто идеальная пушка. Пишите, что вы думаете по поводу Дико Страйкера. Если играете на нем, то вообще можете написать, какие у вас результаты с ним сейчас после обновления получаются. Поддерживайте обязательно видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.